ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помните ли вы о том, что произошло в Одессе 2 мая прошлого года? Ну, помню, помню. Ну, насколько я знаю и помню, это была манифестация и люди, что выходили за Украину в Одессе, и были те, кто были против, то были две силы. Я не знаю, насколько, ну, как там разгорелся конфликт, я, может, не знаю всех подробностей, но я знаю, что погибли люди как раз в Думе, в Раде, в Мирской Раде, в профсилках. Причина, это было самозапаливание, или кто-то подкинул, ну, может, напевно, кто-то подкинул. Вся страна об этом переживала, конечно, знали. Конечно, 2 мая, ну, говорят, что погибло 48 человек. Да, я знаю, много смертей, очень такой грустный день истории. Конечно, очень долго все обсуждали, что и как, каждый высказывает свои возможные мнения на этот счет. Там трапилась трагедия, я был в пожаре, загинуло даже багато людей. Что сегодня хотелось бы пожелать Одессе? Щоб таке больше не повторилось. Хотелось бы, чтобы произошло, наконец-таки, расследование, и, ну, выявили причины, кто виноват. Ну, то есть, ну, то, чтобы причины. То есть, выявили, в общем-то, наказали виновных, конечно же. Это очень большая трагедия для страны, я считаю. То есть, в таком государстве, если мы хотим быть в Европе, недопустимо, абсолютно. Верить, что как-то это можно изменить, все в наших руках. Мы капля вакемии, просто это так болезненно. Пусть верят в лучшее и пытаются сами изменить страну. Спасибо вам. Не так болезненно. Спасибо. Одесситам, чтобы боролись до конца, чтобы не поддавались на провокации. Одесса, Украина, не всех особо. Спасибо. Пожелать Одесситам. Терпения и вообще Одесситы самые щадкие. В единстве сила, понимаете. Чем ближе мы будем друг к другу, тем безопаснее будем мы себя чувствовать. Одесса, мы с вами. Мира, радости, счастья, здоровья. Не только Одесситам и всем остальным. Спасибо большое. Знаете, хотелось бы пожелать выдержки какой-то, потому что на них все время идет прессинг, провокации какие-то и все такое. И просто, чтобы они держались и не задумывались о том, что страна их как-то бросила и все такое. Чтобы они ни в коем случае не думали о том, что мы как-то не заботимся о нем и все такое. Мне вообще-то Одесса дорого, потому что у меня много друзей в Одессе и у меня есть дача около Одессы. И я хочу пожелать, чтобы они были действительно настоящими патриотами. Такими, как они и являются. Потому что они любят свой город и потому что им есть чем гордиться.